В этих отвратительных, немецких, вечерних пробках только остается, что снимать интересное и познавательное видео. Кодиак. Вот Кодиак едет сам. Я не управляю совсем. Едет, разгоняется, тормозит. И все это благодаря адаптивному круиз-контролю. Если бы компания Volkswagen еще и разрешила нам пользоваться ассистентом движения в пробках, за которые было уплачено, то есть это технология, которая позволяет рулить на скоростях меньше 60 км в час, я бы сейчас руль не крутил вообще, наверное, совсем. Но почему-то для нашего рынка они решили, что слишком жирным, мол, вам будет, наверное, чтобы машина еще и сама двигалась. Поэтому эта технология работает только на скоростях выше где-то 65 км в час. То есть условно, по их меркам за городом, но по нашим меркам иногда и в городе. Значит, что еще? Как работает этот адаптивный круиз? Где-то там в решетке радиатора стоит радар, он вперед, значит, там куда-то светит, да? Сигнал отражается, и машина знает, с какой скоростью движется, и куда движется объект, который перед машиной находится. Ну и, соответственно, держит дистанцию до этого объекта. Значит, машина сама трогается, если прошло там примерно меньше 5 или там 7 секунд после остановки. Если прошло больше времени, то нужно или самому немножко на газ нажать, вот, или дернуть рычажком круиз-контроля на себя. В этой пробке эта штука немножечко снимает накал, снижает. Ну, по крайней мере, интересно за всем этим наблюдать. Значит, наш Кодиак проехал уже там 8 с копейками тысяч километров по таким пробкам. Расход у нас такой. Ну, на самом деле, видел я здесь и 9,4 на средней скорости 19 километров в час. Но длительный у нас вот такой вот расход. Ну, реальный может быть немножко больше. Немножко, ну, там, не в два раза. Может, процентов там 10-15. Очень приятно, что с утра попу греет Вебаста. Я, в общем-то, очень рад, что я выбрал дизель. Вебаста свою уже отработал, вернее, я ее выключил. Нагрело масло до 50-60 градусов. Ну, я, как правило, выключаю после этого. То есть, с температуры там градусов 40 масло уже начинает работать. Нормально так, как и должно. И, ну, смысла как бы Вебасте молотить уже нет никакого. С утра в пультика включаем мы машину Вебасту. Ну, прихожу, все, машина теплая, стекла оттаяли. Ребенка сажу в теплый салон. Все, поехали в садик. Ну, и при выходе с работы аналогично у нас все происходит. Значит, за время владения, сколько там, 3 с копейками, 4 месяца, что меня в этой машине, начну с того, что расстроило. Значит, расстроило меня отвратительнейшее, просто ужасное. Просто хочется сказать слово с большим количеством, с обилием мата, работа омывателя фар и, в принципе, работа стеклоочистителей передних. Я думал, что я, ну, не привередливый, ну, не сильно привередливый человек, да. Я хочу просто, чтобы система работала и, как бы, ну, не доставляла, там, не заставляла лишний раз о себе подумать. Какой-то омыватель фар льет просто какое-то неадекватнейшее количество омывайки. Фары у меня чистые, вот стекло обычно бывает засрано. Другого слова не найду. Для того, чтобы помыть стекло, при этом лишний раз омыватель фар, чтобы не вылил там литр омывайки, приходится выключать свет в машине. Значит, мыть стекло и включать свет. Ну, вот это все в машине за, там, больше, чем 30 тысяч условных единиц происходит. Кроме как слово отвратительное, у меня другого слова для этого нету. При том, что в этом замечательном меню на борткомпьютере можно настроить все, что угодно. Там и опускание фары, стекла и чего угодно. Но вот нету возможности настроить омыватель фар. Пускай он льет, но я хочу, чтобы он льет там раз в 20 омываний стекла. Мне этого достаточно. Стекло загажено, фары днем не смыслить. Вообще смысла быть? Вообще никакого нету, я не вижу. Однако раз там в 3 цикла омываний стекла на омыватель фар 2 раза на 2 фары льется по несколько, наверное, секунд эта омывайка. В общем, если пользоваться вот в такую погоду омывателем этих фар, он способен вылить, наверное, банку омывайки за день. С учетом того, что здесь бак 7 литров, ну как бы этого даже не спасает, не помогает. Вот. Что еще мне не нравится? Что мне еще не нравится? Что-то хотел еще сказать. Ну, на самом деле... А, мой омыватель стекол. Дурацкий, абсолютно неадекватно работающий омыватель стекол. С этим датчиком дождя лучше бы его не было по мне, потому что то стекло, там кто-то откуда-то там какой-то изморс поедет или там обольет впереди идущие машины вот мелкими, мелкими точечками, ничего не двигается. То есть дергаешь этот омыватель. То едешь, блин, начнет махать как ненормально. И опять же, ну особо никак не настроишься. Этот дурацкий, опять скажу это слово, рычажок управления скоростью работы этого датчика в автоматическом режиме, он очень тугой, блин. Переключать его неудобно, переключать приходится. У меня когда-то была Honda Accord 2003 года. Так вот там омыватель, датчик дождя работал так, что я за два, по-моему, или три года пользования этой машины, я помню, я по-моему, два раза руками дотронулся, в принципе, до омывателя. Он был постоянно включен, всегда работал, меня облили, стекло моментально там протер с реактивной скоростью. Где-то что-то не так там, или больше, или меньше, в общем, включалось тут прямо так, как надо было водителю. Здесь, не знаю, кто это тестировал, кто это настраивал, сделано по-дурацки абсолютно. Я сильно зол, что эта система, в принципе, есть в моей машине. Особенно вот сейчас зимой, когда этим омывателем и щетками приходится пользоваться крайне часто. Вот что еще, что еще, что еще. На некоторых мелодиях у меня похрипывает один динамик. Я не могу, ну, приехал на сервис показать, не смог показать. То похрипывает, то не похрипывает. Вот такая печалька. Касательно третьего ряда. Сейчас я понимаю, что лучше бы я его не брал, был бы немножко побольше багажник. Все равно я за там три с половиной месяца никого туда не посадил. Но если будет возможность, посадить, посажу. Вернее, я вот ищу такую возможность, чтобы сказать себе, что этот третий ряд был взят не зря. Да. В принципе, эти сидушки-то можно снять, я так посмотрел уже. Но нужно что-то придумать в плане декоративной крышки, потому что некрасиво будет без нее. Вот. И двойной пол... Ладно. Есть. И двойной пол устроен на этой машине сзади в багажнике так, что, значит, дырка в этом полу, она прям идет напрямую в... Под сидушки задние. То есть, если туда что-то длинное засунуть, то оно прям спереди вывалится. О, ничего ж себе маневр. Вот это да. Вот это да. Ну ладно. Все, поехали дальше на круизе. Вот такая штука нам здесь показывает расстояние до впереди идущей машины. Так, покажу? Нет, не покажу. Круиз у нас настраивается там как-то... А, вот, ассистенты включаются. И здесь вот прям постоянно показывает инфу, что датчики о машине знают. Можно рычажком левым круиз-контроля указать, что больше нужно, там меньше, расстояние до впереди идущей машины держать. Вот. Поначалу эта штука тоже доставляла, прям как-то неадекватно. То много, то мало держала. Но я съездил на сервис, на первом ТО 0. Все там лазили в мозгах, сказали, что что-то прошивали. Вот. И как-то после этого прям лучше стало или, может, самовнушение, в общем, не знаю. Только сегодня я обнаружил, кстати, по поводу круиз-контроля, только сегодня я обнаружил, как уменьшить скорость. Притом уменьшить сразу там не на 10 км в час, это делается движением рычажка вниз, а нажатием на кнопку фиксации, смотрите. Ой, сейчас не отработало. В общем, ну все, меньше 30 не покажет, а ну-ка, так. Раз, два, три, четыре. Вот, короче. Нажимаем на кнопочку и скорость уменьшается. То есть на себя скорость увеличиваем, а от себя отключаем круиз-контроль. Для того, чтобы снизить скорость, нужно нажать на кнопочку. Это, наверное, в мануале где-то написано, но кто же его считает. Вот такие дела. Значит, заводится машина великолепно. Мои бензинки так не завозились в мороз. И никаких вопросов совсем нет. Ну, а так вроде все пока работает. Слава себе, Господи. А, ну, кстати, вот еще из неадекватного немножко, это вот этот вот переключатель нагрева стекла. В моих предыдущих машинах была кнопочка. Кнопочку нажимаешь, стекло греется, там, минут 15. И потом отключается. Греется и отключается. А здесь, если уж включил подогрев, то будет он греть, пока ты его не выключишь. Зачем? Непонятно. Допустим, сейчас я стою в пробке, зачем мне греть стекла? Тратить там электричество, ресурс этих, нагрева там уменьшать. Тратить топливо в конце концов. Ну, блин, щелкать его туда-сюда вообще никакого удовольствия не доставляет. В общем, неудобно. Плохо. Могло быть лучше. Кто-то там за юзабилитие отвечает, но отвечает и вот так себе. Ну, еще, кстати, вот интересно, что, значит, посмотреть на современные телефоны или другие системы. Там тебе, блин, и профили, и привязки к чему только угодно, и там настройки, чего ты только хочешь там настроить. Настраивай все, что хочешь, обнастраивайся хоть, да? Ну, почему, блин, в машине там за 30 с чем-то там этих тысяч условно-зеленых долларов нету, блин, простого и понятного нормального человеческого управления там профилями, да? Почему нету там какой-то там настройки? Зачем вот эти кнопки там управления, эти скоростью омывателя, да? Да, блин, здесь все настройки этой машины можно было бы всунуть в этот замечательный борт-компьютер и дать человеку на возможность все настроить под себя, да? Вот зачем усреднять, если все равно сейчас все рулится абсолютно мозгами, все общается там по коншине, все абсолютно есть, там Android хоть 19-й уже скоро, наверное, выйдет. Все эти платформы, блин, открыты, бери да пользуйся. Нет, специально обрубит функционал, иди доплачивай за то, чтобы мы тебе этот омыватель фар адекватно настроили, там, доплати за это, доплати за все. Вот пускай бы эти конторы, которые так делают, в конце концов разорились. Ну, зачем так делать? Это дурако абсолютно понятно, что если, блин, в китайском телефоне за 30 долларов с тачскрином там, с каким-нибудь Android, с какими-то гигабайтами оперативки и т.д. и т.п. Вот есть банальные вещи, которых нету в машине за 30... за вот эти тысячи долларов, да? То, ну, кто-то кому-то пытается впарить мозги. Это мягко сказано, впарить мозги. Типа, мы вам настроим, чтобы у вас адекватно работал омыватель фар за, там, 25 долларов. Блин, это все должно быть прям вот так, чтобы ты сел в машину эту, накликал себе в меню, если ты хочешь, или какой-то прошел мастер, и тебе уже все было настроено, чтобы не приходилось вообще об этом всем думать. Ну, ладно, подъезжаем к узкому месту пробки. Сейчас будем мы тут маневрировать и лавировать. На этом пока. В целом машина офигенная. Очень классная, удобная. С классным, продуманным салоном, с неплохими материалами. Очень экономная она и понатыканная в электроника. И, в общем, все супер. Берите. Ну, не без минусов, конечно. Без минусов у нас ничего не бывает. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok